Геометрическая прогрессия быстро растет, если она растет, и, соответственно, быстро убывает, если она убывает. Давайте я на ту же самую тему приведу вам такой пример. Вот, господа, представьте себе, вы 300 дней в году работаете над каким-то проектом, и за каждый день вашей работы он становится на 1%, ну, в каком-то смысле лучше, ну, я не знаю, там, стоит на 1% дороже, или, я не знаю, там, весит на 1% больше, ну, там что-нибудь такое, да? Итак, работаете 300 дней, то, что у вас есть, на 1% увеличиваете. Как вы думаете, на сколько увеличится за 300 дней? Примерно. На 30, смотри, на 230. А, на сколько? На 300%. На 300%. Что такое увеличиться на 300%? Это 3% на 3. 3 проекта, точно. Да. Нет, знаете, проект, это, я не забывал, выращиваете гриб, и так все делаете, замечательно, что за один день гриб, который у вас есть, становится на 1% больше. Скажите, что увеличится на 300%, значит, если вначале у вас было, скажем, не знаю, килограмм грибов, нормально? Килограмм грибов. Замечательно. То, когда эти 300 дней пройдут, сколько будет примерно? 300. Сколько? 300. 300. 300. 400. Я знаю, сколько, увеличивается на 1%. 3 килограмма. 3 килограмма. Замечательно. 4. О, 4. Отлично. Давайте голосуем. Кто за то, что после 300 дней будет 3 с небольшим килограмм? А потом будет вариант 4 с небольшим килограмм. Итак, кто за то, что 3 с небольшим? Ага, нет таких. Кто за то, что 4 с небольшим? Абсолютное большинство. Хорошо. А кто подумает? Да. Нет, я просто не думаю. О чем? Стоя. Кто знает настоящий ответ? Ровно очень много. Я знаю, как его получить. Да, и как же его получить? С самого начала у вас, к примеру, 100% 1 килограмм. Да. Потом увеличили на 1%. Да. Тут 101. Да. Потом вы еще увеличили на 1%. Это 1% и 1 десятка процента. Почему это 1 десятка? И скорее еще и 1 сотая. Ну и хорошо, что дальше-то? И дальше так, но по порядку, пока не пройдет 30 раз. Замечательно. А с какой бы пример на ответ? Можно сказать? 1 килограмм, 200 килограмм. Это сколько процентов? То есть вы не понимаете, когда вам говорят, что что-то увеличилось на процент. Нет, я понимаю, где началось это? Вот килограмма и 0. Потому что вот в жизни, скажем, представьте себе, цена на этот пакет риса в магазине уменьшилась на 2%. Вот давайте подумаем, что это означает. Уменьшилась 50%. Значит, теперь он будет стоить 49 рублей и так далее. Понятие уменьшится на процент или увеличится на процент. Это вам совершенно понятно. Что? Ну-ка, смотрите, 3000 килограмм, чтобы вы начинали с 100 килограмм. 3000? Это 3 тонны? Да. Да, ваша версия? 2 килограмма. 2 килограмма. Ваша версия? Я сказала, что... Ребята, на самом деле, совершенно ужасно. Это совершенно ужасно, потому что... Меня сейчас волнует не конкретное число. Ужасно, что у вас вообще нет представления об этом. Хотя это не просто важная вещь, а в жизни вот эта схема, когда что-то все время там или увеличивается на одно и то же количество процентов, или уменьшается. Это в жизни бывает очень часто. Давайте я приведу пример. Скажем, есть, чтобы никому не было обидно, но, например, мыши, которые живут в каком-то поле. Надеюсь, что никто в защиту мышей здесь не висканется, да? Замечательно. Здесь эти мышки. И в какой-то момент вдруг... И так получилось, что у них много еды. Вы понимаете, что в таком случае сразу эти мышцы начинают изнажаться? Отлично. А теперь внимание. Если у вас какие-то мышки появились на свет, то через какое-то время они повзрослеют и дальше сами станут с родителями и так далее. То есть вот эта идея, что в процессе участвуют все, кто к этому моменту возник. Или другая вещь. Распространяется какое-то научное знание. Ну, например, от кого произошли дельфины? Это кто-то знает. Постепенно от того, кто это знает, это знание передается дальше. Вы понимаете, что сначала она намедленно, а потом будет передаваться быстрее. И так далее. Таких примеров огромное количество. Распространение болезни. Вот никогда не задумывались. Кто-то заболел, не знаю, мангиной или гриппом или там чем-нибудь таким. И через некоторое время вокруг заразились. А еще через какое-то время они заразили еще кого-то, а потом еще кого-то. И вдруг быстро-быстро вся страна, а чаще всего даже не страна, а вообще все-все-все заболела этой болезнью. Может быть, знаете, есть такая всемирная организация и у нее, кроме всяких статистических функций, узнавать там, в какой стране болеют темы, в какой темы, где столько врачей, где столько, где так лечат. У этой организации есть еще такая почти полицейская задача. Как только в какой-нибудь больнице, неважно в каком месте на свете, нашли неизвестное заболевание, сразу туда прибывают специалисты и пытаются это заболевание уничтожить на месте. В чем идея? Если у вас больных один, два, три, то есть надежда сделать, чтобы из этого места, что называется, никто не уезжал, проконтролировать, чтобы никакие больные из этого места. И, ну, или вылечить, или дождаться, пока они погибнут от какой-то этой новой страшной болезни. В общем, что-то сделать, чтобы болезнь не распространилась дальше. И это очень часто удается. Но, с другой стороны, если они чуть-чуть опоздают, и если эта болезнь выйдет за какие-то пределы, то дальше уже все, дальше уже она распространилась, и уже пойдет гулять по всей планете. Это та же самая вещь с геометрической прогрессией. Я все-таки настаиваю. Формула для нашей задачи. 300 дней каждый раз на 1%. Да, что? После первого дня масса будет на 1%, а после второго дня, обычно, на 1%, а тут уже увеличенная масса. Да, и какая же формула будет? В первый день была какая-то масса. Давайте ее подождем. r плюс 1 сотая, это правда. Но это записывать лучше не так. Масса умножить на 1,1. А вот теперь смотрите, что будет в следующем день. Вот это величине, 1,1m, мы прибавим 1% от 1,1m. Ребята, а это будет 1,1 умножить на 1,1, умножить на 1. Уменьшение на 1% записывается очень простой формой. Надо взять 1,1, возвести в трехсотую степень и умножить это на 1. Теперь интересный вопрос. А сколько это будет? Оказывается, в математике это встречается очень часто. И поэтому в математике выучили такую формулу. 1,1 в сотой степени это примерно е. Тут есть просто специальный такой символ. Кстати, всего в математике таких символов очень немного. В школьной программе учат всего три. А именно B. Слышишь, как это такое B? Да. Что такое B? Что такое B? Во сколько раз длина окружности больше, чем длина тяга? Так? E. Это то, что я в обороте сейчас написал. И еще есть I. Такая мнимая единица. Это поворот на 90 градусов. Такое означает, потому что B. Число, которое в квадрате равно минус 1. 1,01 в сотой степени это примерно е. Кстати, не обязательно 1,01. На самом деле это единица плюс 1n в степени элемент. Для любого дубрального числа n будет примерно 30. Только достаточно большого. Не надо брать синтонную критровику. А достаточно большое уже будет примерно так. Так вот, ребята. Это самое е. Так же, как вы помните, что π это 3,14. Точно так же вы должны понимать, что е это величина не менее важная. Потому что, конечно, сидеть на калькуляторе, возводить 1,01. Ты даже е, ну, что это вообще не возойдешь. Вот. Это долго. Значит, е это примерно 2,7. Есть, на самом деле, для любителей знать, что дальше. Простое правило. Дальше надо написать 1,828, 1,828, 45, 90, 45. Дальше я уже не помню. Эти цифры запомнить легко. 2,7, но это просто потому, что е такое, надо запомнить. 1,828, это год рождения Льва Толстого. Вот, между прочим, пройдет много лет. Годы рождения абсолютного большинства писателей, которых вы сейчас знаете, неизусть забудутся. А Толстой не забудется, потому что в числе е он есть. Это способ надежно запомнить год рождения Льва Толстого. Ну, дальше, как запоминать, 45, 90, 45. Один из способов, это углы прямоугольного треугольника равноведренного. Ну, в общем, дальше 45, 90, 45. Где числа надо запомнить? А 90? 90, ну, угол. 45, 90, 45, 90. Нет, 45, вот этот угол, 90, вот этот угол. В общем, ребята, а сколько будет за 300? Получи непросто. 2,7 в кубе сколько будет? 2,7 в кубе сколько будет? Сколько? 2,7 в кубе. О, 12,7 в кубе. Ну, приятно. Спасибо, Евгения. Ребята, мне не так это важно, но мне важно, что те, кто сказали, что будет 4 килограмма, на самом деле абсолютно ошиблись. Просто абсолютные ошиблись. Давайте теперь, что называется, с другой стороны зайдем. А представьте себе, что мы не увеличивали на 1%, а все время на 1% уменьшали. 1,7 в кубе. Тогда формула будет такая. 0,99 будет оставаться за 1 литр. И надо будет это ввести в третье. Не хочу объяснить, почему, но это будет примерно то же самое, что единица разделить на е в кубе. То есть, как вы видите, это будет примерно единица делить на 19,70. В общем, что-то типа 5%. То есть, получается, что если давать отпустить всего лишь 1%, то через 300 дней у нас останется примерно 5% от того, что было в самом начале. Хотя, в общем, это как сказать. Если человек не понимает разницу между тем, что проценты от процентов или вот просто, то тогда ему может наоборот казаться. Как это я дам 300 раз проценту, это значит, что я дам 300 процентов, значит, у меня останется минус 2 от того, что было в начале. От М от Немудрием. Нет, конечно, отрицательная масса никогда не получится, если уменьшать на 1%. Но вот, тем не менее, как видите, останется довольно мало.